Сегодня исполнилось 20 лет со дня образования Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов. Под чутким надзором нешуточная площадь более 40 миллионов гектаров леса. Сама база авиалесоохраны включает в себя 13 филиалов, один из них – Сургутский. О тех, кто не может без неба, наш следующий сюжет. В Сургутском филиале базы авиационной и наземной охраны лесов Ханты-Мансийского округа сейчас работает более 80 специалистов, в том числе летчики-наблюдатели, пожарные парашютисты. Работа, конечно, тяжелая и опасная, но интересная, рассказывает старший летчик-наблюдатель Анатолий Фомин. Люди, если три года проработали в этой системе, то остаются пожизненно. Почему? А это уже, наверное, стихия лес заманивает и привыкаешь к своей работе. Знаками нагрудными за 10, 20, 30 лет в Гослесоохране нас награждены многие товарищи с нашего филиала. Основная задача – профилактика, мониторинг и тушение лесных пожаров. Кроме того, сотрудники авиабазы участвуют в аварийно-спасательных работах по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в противопожарном обустройстве лесов. К счастью, в этом году число лесных пожаров значительно меньше, чем в 2012-м. Но скучать без дела сотрудникам авиалесоохраны не пришлось. Получают сигнал и полетели. За это лето на территории района произошло 65 возгораний в лесу. Из них 4 в заповедниках, 6 в зоне космического мониторинга. В рамках ведомственной программы «Профилактика и тушение лесных пожаров» за три года закуплено более 300 единиц лесопожарной техники. Стоит отметить, на данный момент база авиационной и наземной охраны лесов укомплектована согласно всем нормативным требованиям. И именно сегодня они отмечают 20 лет со дня образования. Я бы хотел, конечно, в этот день поздравить весь штат Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов с этой знаменательной 20 лет, как организовалась Ханты-Мансийская база. С учетом того, что руководитель этого филиала незаменимый уже 20 лет, Шелцов Иван Петрович. Хочу поздравить всех своих коллег по работе в авиабазе. Желать им всем здоровья, чтобы всегда количество взлетов выравнялось количество посадок. Виктория Мальцева, Оксана Ярославцева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Север».